Как говорит президент страны Касым Жомар Тукаев, Казахстан всегда открыт для всестороннего сотрудничества с международным сообществом. А культурные связи это одно из важных направлений. Так, укрепление взаимодействия и международное сотрудничество с казахами исторической родины для тех, кто сейчас проживает в других странах, жизненно важно. Поэтому казахи соседней России, к примеру, создают этнокультурные центры, объединяются и держат крепкую связь друг с другом, чтобы сохраняться как нация и приумножить богатейшие традиции своего народа. Представители одного из таких творческих центров сейчас в Уральске. О них наш следующий материал. Мы всегда готовы к сотрудничеству, рады общению не только в культурной сфере, а также в научной среде и в других направлениях, говорят россияне, приехавшие в область для участия в фестивале. К примеру, в Омске уже 33 года функционирует Сибирский центр казахской культуры «Мольдер». В его составе есть народные фольклорные ансамбли, студии дамбристов и другие творческие коллективы. Объединение проводит фестивали и другие мероприятия, прославляющие выдающихся личностей казахского народа. Мы в 89-м году создали Сибирский центр казахской культуры «Мольдер». И в первый раз, когда мы приехали в 92-м году на первый Курултай, первый съезд казахов, всемирный съезд казахов, тогда мы только и узнали, что у нас рядом в городах в Тюмени есть казахи, есть казахи у нас в Челябинске, в Кургане. Об этом мы раньше не знали. А теперь у нас на сегодняшний день в каждом городе, даже в одном городе, по несколько национально-культурных центров работают. Мы сотрудничаем между собой. Ну и, конечно, для того, чтобы вести эту работу, хотелось бы, чтобы у нас было тесное сотрудничество из Казахстана. Пусть годы проходят, сменяются поколения, но тяга к своим историческим корням остается главным и незыблемым трендом для любого человека. Именно она дает силы развиваться в век цифровых технологий и глобальной цивилизации. А интерес у казахов России есть, и эта необходимость никуда не денется. Она чувствуется буквально во всем, говорят российские казахи. Как только заезжаю в Казахстан, уже замечаю родные слова на хаасском языке, общаюсь с людьми, вижу, что такие же люди казахи, как у нас в Астраханской области, такие же они и здесь. Особенно от Раусской области, особенно западная хаасанская область, потому что мы младше жуц, мы еще имеем отношение к Букеевскому ханству. И для меня это символично, как для казаха, который проживает на Нижнем Положии. И в какой-то степени получает такую духовную подзарядку, духовную и культурную, так скажем. С каждым разом все больше и больше эта необходимость возникает, потому что я вот, например, сам уже, скажем так, слабо знаю хаасский язык. Родители мои еще разговаривали, а дети, вот, уже мы понимаем, что надо больше и больше уделять этому внимание сохранению хаасского языка, наших традиций и культуры. Даже эта небольшая встреча зарядила нас и наших собеседников теплом и родством душ. Мы пожелали своим братьям успехов и уверенности в своем деле, а международному сотрудничеству укрепляться и процветать.